Тайсон Фьюри, бред о пьянете и сага о Уайлдере. Александр Усик, варианты будущего. Андре Берто и Дево Александер, сказка о потерянном бандаже. Очень большой рот Абеля Санчеса. Заринг-шоу вышел из отпуска, проведя две незабываемых в неделе в тоске за надоевшим написанием сценария, съемками и монтажами. Поэтому, вернувшись из отпуска, мы с новыми силами представляем вам 18-й выпуск Заринг-шоу, в котором выпьем горькой за проигрыш Сергея Ковалева и сладенького за победу Дмитрия Бивола. С сожалению, посмотрим за потугами бывших чемпионов Андрея Берто и Девона Александера. Замолвим слово о бедном Тайсоне. Погадаем на кофейной гуще о судьбе Александра Усика. И, конечно же, вспомним всех и вся незлым тыхим словом. Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол без особых трудностей победил единодушным решением южноафриканского гейткипера Айзека Челемба. Интрига в этом поединке длилась ровно 28 секунд первого раунда, когда Бивол окончательно разобрался с дистанцией и прочувствовал тайминг соперника. Все остальное было унылым резиновым поединком, в котором Дмитрий показывал активность, Челемба пассивность и все вместе это было тем самым резиновым боем, который к шестому раунду становился просто неинтересным. И победа Дмитрия Бивола и открыла ему двери в первый тяжелый вес, где он намеревался встретиться, но об этом чуть-чуть попозже. Главный поединок вечера на арене Hard Rock Hotel, что в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, должен был стать для чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева своеобразным моментом истины. Его соперник Элейдер Альварес принадлежал числу тех олдскульных бойцов, которые имеют достаточно высокий уровень техники, но очень маленький опыт проведения поединков против топ-бойцов. И именно опыт Сергея и должен был унять его желание драться, выведя его на проведение расчетливого бокса. Так и было до начала седьмого раунда, когда все трое судей отдавали победу на своих картах именно Сергею. Но пропущенный Ковалевым удар правой от Альвареса, избивший Сергея на канвас, стал для него началом конца. И отдадим Сергею должное, он поднимался, чтобы продолжить бой. Но находясь в состоянии Гроги, он не смог ни отбегаться, ни перекрыться так, чтобы достоять до спасительного гонга. Три нокдауна, остановка боя и Элейдер Альварес, новоиспеченный чемпион мира. И тут время вспомнить о Дмитрии Биволе, который оставил свои мечты о переходе в Крузервейд и заявил о своем желании провести поединок с Альваресом. В принципе, да, были такие предложения, условия, в принципе, и я был бы уже готов, если бы публика захотела этого. Теперь я бы с радостью встретился с Альваресом. Альварес, конечно же, он опытный тоже боец, но у всех есть свои ошибки. Я бы хотел этого вызова, я бы хотел проверить себя в объединительном бою с бойцом, который выиграл одного из лучших в нашем весе. Альварес ответил взаимностью, и его поединок против Бивола может состояться уже 8 декабря, поскольку именно на эту дату и был намечен поединок Дмитрия Бивола против Сергея Ковалева. Приветствую всех любителей бокса, всех своих фанатов. Хочу в первую очередь поблагодарить за поддержку, оказанную мне до боя и после боя. Да, я оказался в такой некомфортной и непростой ситуации. И благодарю, что поддержали. Так вот, это показывает и говорит о том, что вам не безразличен на самом деле мой бокс, моя карьера. И я сейчас выспавшись, отдохнувшись, могу с уверенностью сказать, что, естественно, завершать я ее не собираюсь. С новыми силами, сейчас просто отдохну пару месяцев и с новыми силами подготовлюсь к следующему поединку. И это, я думаю, будет матч-реванш с Альваресом. Я обязательно заберу этот титул, потому что, ну, Альварес я обязан был проходить. Не буду сейчас отговорки строить. Ну, как случилось, так случилось. Спасибо вам за поддержку. Храни вас Бог. Всего доброго. В вечере бокса от Луди Беллы встретились бывшие двукратные чемпионы мира Андре Берто и Девон Александер. Первая треть боя запомнилась быстрыми атаками Александера и его ударами по затылку Берто, которые в третьем раунде и привели к нокдауну. Однако рефери Рон Липтон не заметил откровенного нарушения правил и отсчитал Андре до восьми, после чего бой продолжился. В оставшихся двух четвертях Берто помог вязкой борьбой Девону устать и смог вырвать победу разделенным решением судей за счет атак на сближении. И результат поединка никоим образом не скажется на судьбе мэтров. Они уже стали качественными гейткиперами, которые получат свои поединки как против молодых и голодных проспектов, так и против обладателей титулов чемпионов мира. В общем, без копейки и внимания они не останутся. Итак, Александр Усик, став абсолютным чемпионом мира в круизервейт, подумал и решил, что рано ему еще переходить в хэви-вейт, поэтому его поединок против Тони Беллью пройдет в рамках первого тяжелого веса. И знаете, главное не в том, с кем Александр будет боксировать и в каком весе, главное под кем Александр будет проводить свои следующие поединки. Улыбающийся Эдди Херн не будет делать подарки Александру Усику и обяжет его провести под его патронатом три или четыре поединка. И подобное условие, или как принято его называть опцион, вполне нормальное условие сотрудничества между боксером и промоутером. Промоутер вкладывает деньги в раскрутку бойца в организацию его поединков, поэтому и рассчитывает не только на то, чтобы вернуть свои кровные, но еще и заработать. И теперь главная задача для Александра Усика это понять, насколько для него приемлемы условия Эдди Херна как о проведении поединков, так и о условиях заработка. По словам Эдди Херна, поединок между Александром Усиком и Тони Беллью должен состояться 10 ноября на арене Исау Колизеум, Юнион Дейл, штат Нью-Йорк. Где главным поединком вечера будет бой нашего Сергея Деревянченко и бойца Эдди Херна Даниэля Джейкобса, которые и будут оспаривать вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. В любом случае, на следующей неделе мы встречаемся с промоутером Усика Александром Красюком и надеемся, что он нам расскажет, как же проходят переговоры, касающиеся будущего Александра. Разговоры Тайсона Фьюри о том, что он вот-вот договорится о поединке против Дэнтея Уайлдера, похоже на очередной фейк, в котором король-цыган выдает желаемое за действительное. Напомним, что Тайсон заявил, что его поединок против Уайлдера состоится 10 декабря и все договоренности об этом поединке уже окончательны и изменению не подлежат. Тайсон также рассказал, что 18 августа его соперник Франческо Пьянета проверит его, насколько же он готов к поединку против чемпиона мира по версии WBC. Но тем, кто маломальски понимает хоть что-то в боксе, не нужно вешать лапшу на уши. Пьянета, который вытирал с собой канвас в поединках против Владимира Кличко, Руслана Чагаева, Кевина Джонсона, а также проиграл свой крайний поединок Хорватеру Петеру Милосу, опасен для Фьюри ровно столько, насколько дробина может быть опасна большому слону. А во-вторых, промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен и менеджер Уайлдера Шелли Финкель уже заявили о том, что существует масса моментов, которые нужно согласовать и говорить о поединке Тайсона против Уайлдера, как о уже свершившемся в факте, очень рано. Боб Арум и его Топ Ранг жгут по полной. Арум подписал контракт с телеканалом ESPN сроком на 7 лет, который будет действовать до 2025 года и заменит собой 4-летний контракт, что был подписан в начале 2017. Согласно контракту, Топ Ранг обязан организовать 54 шоу, 18 из которых будут транслироваться на самом ESPN, 12 вечеров на новом стриминговом сервисе ESPN+, а также ESPN получил права на показ архивных поединков компании Топ Ранг. И от себя скажу, я не знаю, где Боб Арум возьмет столько боксеров, но Теренсу Кроуфорду, Александру Гвоздику и Василию Ломаченко придется, видимо, здорово попотеть. Ну и кстати, Василий Ломаченко вернется в ринг в декабре, как мы вам и предсказывали. И свой поединок Василий проведет против победителя пары Реймундо Бельтран Хосе Педраса, в котором Бельтран будет защищать принадлежащий ему титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе. Так что вне зависимости от результата поединка Бельтран Педраса, нас ожидает поединок за объединение титулов чемпиона мира по версии WBA и WBO. Тарас Шелестюк стал свободным агентом и теперь может представлять сам себя в организации своих будущих боев. Напомним, что ранее эту функцию выполнял для Тараса его менеджер Вадим Корнилов. Тарас уже заявил о том, что будет более внимательно рассматривать кандидатуры претендентов на пост его менеджера, чтобы все-таки выполнить свою главную цель, ради которой он и стал профессиональным боксером – завоевать титул чемпиона мира. Ну что ж, пожелаем Тарасу удачи и с нетерпением будем ждать его возвращения в ринг. Ну видит бог, я не хотел вспоминать второй поединок Сауля Альвареса против Геннадия Головкина, но дернул же черт Абеля Санчеса раскрыть свой большой рот. Все спичи Абеля Санчеса в последнее время говорят о том, что когда он познакомился с Альваресом, тот был мимишка и няшка, а теперь он стал бякой-забиякой и вообще с ним невозможно разговаривать. И самое главное, он и Александр Головкин 15 сентября непременно нокаутируют Сауля Альвареса. И кстати, играя в Дельфийского Оракула, Абель Санчес уже предрек проиграть Сергею Деревянченко в поединке против Даниэля Джейкобса. Но мы-то по своему опыту уже знаем, все то, что предсказывает Абель Санчес, сбывается с точностью наоборот. Так что Абель, дафай, дафай! Жги, поползай. И в завершении просим вас писать на наш адрес электронной почты TheRingShow at gmail.com С вас вопросы и пожелания, а с нас ответы и реакция. И помните, где бы вы ни были и что бы с вами ни случилось, будет TheRingShow и все будет бокс. Ну а сейчас мы пойдем и с радостью займемся делом, поскольку за две недели отпуска, ну что греха таить, поднабрали чуток.